всем привет вы на канале в своем доме это канал о том как мы строим свое поместье с нуля и сегодня вот я приехал на участок сегодня уже середина июня стройка у нас превратилась немножко в долгострой из-за погодных условий погода на юге в этом году просто творит чудеса то у нас ливни очень сильные что все затапливает посмотрите там что в крыму творится но в соседних регионах у нас тут в краснодарском крае такая же ситуация то град то вообще песчаная буря позавчера вот у нас была не знаю как это назвать не буря но видно было что пыль летит вообще все пыли даже солнце было все пыли как пыльная мы как раз вышли погулять не знали что буря будет как-то не смотрели новости вот со ставропольского края пришла к нам буря пыльная вот поэтому у нас тут весело что сделали утеплитель на крышу сделали но его залило его весь сорвали убрали весь обратно сейчас сушим тем временем все у нас дико заросло что даже не пройти вокруг здания поэтому было принято решение купить все же триммер и сегодня у нас с вами будет тест триммера аккумуляторного который я заказал вот он уже пришел я его ждал сейчас и самая лучшая такая погода для кошения солнце жара стало но сейчас мы его распакуем соберем и протестим я долго выбирал какой триммер купить в итоге остановился на аккумуляторном фирмы greenworks это модель gd40bc такая средняя 40 вольтная модель смотрел также там разные модели и makita bosch ну в общем все бренды смотрел выбирал не стал сразу скажу что смотреть бензотриммеры и проводные триммеры все-таки у нас 21 век аккумуляторы уже развиваются довольно активно емкости у них более-менее уже приличные конечно хотелось бы больше но пока вот такая ситуация поэтому взял триммер два аккумулятора на 4 ампер часа 40 вольтных и зарядку к аккумуляторам протестить я никогда не косил триммером в детстве сколько я помню если нужно было что-то где-то покосить там то косили обычной косой литовкой у нас она называлась бензотриммера я сразу отказался он слишком и шумит и его надо постоянно заправлять и если нету ветра то я видел как косят бензотриммерами стоял в таком облаке выхлопных газов не очень я думаю так комфортно с проводами я тоже не стал заморачиваться если брать электрический потому что у нас здесь территория 1 гектар это очень много как бы это и плюс и минус и провода тут тягать как бы не очень тоже удобно вот поэтому остановился на аккумуляторном в итоге давайте расскажу сначала про аккумуляторы взял аккумуляторы 40 вольт изучал тему аккумуляторов у меня не было никаких гаджетов на аккумуляторах кроме пылесоса мы вот когда переехали в краснодар квартиру сделали ремонт в квартире и надо было купить пылесос и мы искали хотели робот купить пылесос но робот как-то нам отговорили нас сначала робот купить и мы купили в итоге аккумуляторный пылесос и он довольно таки вообще удобный это не какой-то мне дайсон у нас tefal аккумуляторный и у нас ни разу такого не было чтобы там пока косишь нашу ой косишь говорю пока пылесосишь нашу однушку чтобы он сел вообще удобно по сравнению с проводным пылесосом который раньше у нас был вот это все тягать ну в итоге мы потом еще и робот купили перенос два пылесоса но аккумуляторный пылесос это очень удобно что там было у нас среди аккумуляторов аккумуляторы были там от 18 вольт в среднем 18 вольтные триммеры и больше но я посчитал что 18 вольт слишком мало для триммера как бы мощи будет маловато и взял 40 вольтные на этой линейке не так уж и много каких-то устройств кроме триммера я там смотрел можно будет добрать пилу цепную и что еще и газонокосилку в итоге все равно я буду все делать под газонокосилку чтобы не косить триммером что косить газонокосилкой с мешком что вот это все не разлеталась по сторонам не было пыли грязи когда косишь все выровняем здесь сравняем и потом под газонокосилку все сделаем что еще по аккумулятору могу сказать они огромные я их дома распаковал чтобы зарядить потому что они транспортируются в разряженном виде целях безопасности а написано 40 вольт но в документе 36 в итоге вот это как два 18 вольтных аккумулятора посмотрим сейчас соберем и протестим насколько хватает полного аккумулятора должно двух аккумуляторов нормально хватать заряжал я его вчера но наверное где-то часа полтора он заряжался вот такой аккумулятор так что тут написано 40 вольт 4 ампер часа модель g40 b4 и сама зарядка выглядит таким образом тут индикатор разметка когда вставляешь аккумулятор она показывает стандартно когда зарядился когда даже вон перегрелся горит красным и еще что-то белый крестик белый аккумулятор и перечеркнутый моргает надо посмотреть что это значит может сигнализирует что перегревается все с аккумуляторами в принципе понятно теперь распаковываем вот эту штуку я хотел сначала ее дома распаковать потому что у меня здесь инструмента никакого нету но надеюсь там все хватает внутри я также смотрел чтобы его было удобно складывать потому что его здесь хранить негде его хранить придется в машине его можно легко вроде бы разбирать пополам и складывать транспортировать машине никакой грязи там естественно бензина масло нету так что у нас в комплектации кожух а ручка сам собственно дример состоит из двух частей уже все в сборе только кожух одеть и еще какая-то штука а еще видимо диск есть я что-то даже не обратил внимание все сейчас я его соберу и будем тестить кстати у них я вот еще засомневался в том что у них есть еще другая модель вот с ручкой по центру и и вот так вот придется держать а есть еще модель с двумя ручками и очень удобно мне кажется удобнее чем вот эта модель но ту модель опять хоронить как мне в машине не очень удобно вот из этих ручек она более габаритная вот поэтому я все-таки выбрал одной ручкой все крайне легко собирается буквально десять ведут даже меньше даже наживлять не нужно никакие болты все уже наживлено просто их вкручиваешь в нужное отверстие и все что могу сказать сейчас протестим здесь такая вот ручка еще двойная не знаю насколько это удобно две кнопки кнопка запуска и кнопка увеличения скорости это на каких-то толстых травах видимо надо включать краска тут вся уже обшарпанная видимо его я не знаю то ли ручку ставили примеряли то ли чё обшарпанная краска и она очень легко сдирается так что она вся об дерется со временем принципе все провод тоже вставлен надо сразу будет заказать проволоку 2 миллиметра здесь 2 миллиметра говорят типа заминают траву проверим ну что включаем первый тест и потом в путь все косить даже со звуком и погнали возможно придется сейчас ставить диск потому что трава уже переросла и жесткая очень стала я тут на низких скоростях включила его намотала не знаю сейчас покажу и будет видно насколько удобно эта мотокоса а я забыл еще ремень прицепить все сейчас подготовлюсь сапоги одену и начнем косить посмотрим сколько времени будет держать аккумулятор ну что погнали включая мы едем а а а а Продолжение следует... Очень сильно наматывает страва... Интересно... В общем, такая вот ситуация... Показываю, как есть... В общем, ситуация следующая... Потренировался я... Я первый раз кашу, так что... Могу тут... Что-то не так делать... Вот столько я покосил сейчас... Немного... Не знаю, сколько здесь метров... В чём проблема? Проблема в том, что... Трава уже вот эта переросла... Она уже почти засыхает... Слишком жёсткая... Где-то лежит... И всё... Он это наматывает себе... Где крутится эта штуковина с проволокой... Сверху наматывает... Вот, смотрите какая тут... Трава с меня рос там... Почти... Два метра... Ну, полтора... Вот он это всё наматывает... Сейчас попробую я... Диск... Зарядить... И диском покосить такую жёсткую траву... Конечно, наверное... Когда она маленькая... Вот там была... Пару моментов... Маленькая трава... Он косит её вообще отлично... Вот такую старую траву, конечно... Фигово косить вообще не косит... В общем, я поставил диск... И это вообще другое дело... Он просто её... Ещё отлично косит... Единственное... Теперь близко к чему-то... Не покосишь... В общем, друзья... Какие выводы сделаю по косе... С учётом моей травы жёсткой... Там на заднем дворе... Так скажем... Вообще в юн... Всё вообще переплетено... Очень трудно косить... У меня два аккумулятора вымотали... Этот даже всё ещё... Не до конца разрядил... Сделил территорию зоны... Вот этого склада... Где она будет потом... Отсыпаться... То есть... Сейчас я выкошу её ровненько... Вот где я будем отсыпать... Я хочу её вровень с фундаментом отсыпать... И сделать казон ровненький под... Казонокосилку обычную... Чтоб вот это вот не махать... Ещё... Вот с двумя ручками... Вот такая вот коса... Была бы удобнее... Намного... Чем с одной ручкой... Но... В маленьких... Ну, когда трава маленькая... Наверное... Так будет... Нормально коситься... А так махать сложновато... Ещё торчат везде арматурины... Что-то всё разбросано тут у них... Это всё попадает... Несколько раз... Попал на арматурину... На колышки... Вот... Не видно... Трава густая... Где они там... Фиг знает... Вот... Надо это всё тоже почистить... Потихоньку всё очищу... Уберу... Приберу... Сложу вот эти все... Короче... Гвозди они накидали кучу... И всего остального... Камни... Гвозди... Арматура... Колышки... Вот это всё мешается... Я тоже всё уберу... И потихоньку эту территорию... Я... Выкошу... Так-то диском... Она вообще лупит... Ни разу ничего не намоталась... Как с... Проволокой... Ну не проволокой... А что там... Леска... На леску наматывается сразу... Но вы видели... Как я только два раза косанул... Намоталась... Трава приминается... Она её... Она её не прерубает... Она мнётся... И наматывается... А диском вообще отлично... Но диском... Не подлезть... Нормально... Там вот... Каким-то... К фундаменту допустим... Да что-то... Не очень удобно... А вдруг прилетит ещё что-нибудь... Надо купить... Маску... На глаза... У меня нету... И может быть ещё какой-то... Лёгкий костюм... Летний... Белый... Я не знаю... Есть... Нету какие-то... Такие костюмы... Потому что... Трава от неё всё равно... Там пыль... Иногда заедешь в кочку... Всё в пыли... Вот... Коротко... Что скажу ещё про... Триммер... В принципе удобный... Косит хорошо... Аккумуляторы... Ну тяжеловатый... Он 5,7 килограмм... Вроде весит... Такой тяжёленький... Триммер... Аккумуляторы... Так я и не... У меня там ещё... Второй раз заряжается... Не знаю... Сейчас отдохну... Может быть... Ещё где-нибудь... Пройдусь... Аккумулятором... Этот почти сел... Может ещё минут пять поработает... Десять... И всё... Так... Что я на данный момент... Покосил... Вот тут вот я... Сколько-то повалил траву... Надо всё это как-то... Граблями... Или чем-то счищать... Вот там вот повалил... Где повалил... Там уже... Сложно косить... На поваленной траве... Её... Пока не уберёшь... Дальше не косишь... Поэтому... Пока вот так вот... Проплешинами... Прокосил... Здесь прокосил... В целом нормально... Ну... Вот тоже осталось... Где я начал диском косить... Там не могу подлезть... Надо тоже всё убирать... И потом прокашивать... Тут вот арматурины торчат... Вот здесь вот я всё покосил... Какие-то пакеты цепляются... Там вечно вот тоже надо всё убрать... Вот это вот... Всё покосил... Вон видите тут... Сколько всякого валяется... Вот арматурины... Тут ещё у нас лежат... Здесь вдоль здания... Тоже арматурины... Торчат... Вот... Вот арматурины... Вот... В общем... Вот так вот... Пока начал... Вот я ещё вот это вот... Уберу... Вот так вот всё... Чтоб тут чистенькая территория была... Вот... Пустая трава... Очень сложно прокосить... Вот это всё... Я потом тоже приберу... Ну может сегодня... Тихонечко... Сейчас ещё буду вот это всё... Убирать... Прибирать... Чтоб в следующий раз... Сколько-нибудь... Она ещё поднимется... Трава... До следующего раза... И я уберу... Пойдёмте на крышу... Залезем... Глянем... Что там... Всё нет... Высохло... Вот они полностью всё убрали... Всё сухо... Я не знаю, что они делают... Сейчас позвоню... Спрошу... Какого... Собственно... Дела... А внутри... Вот они тоже положили... Где тёплый пол будет... Они положили... Утеплитель... Но тут вот тоже... Очень у нас сильный ливень был... Вот это всё... Как бы сырое... Под утеплителем тоже... Скорее всего... Вода... Тоже сохнет... Всё... А кончики... Тоже перенесли... Короче... Планировалось... Десятого... Одиннадцатого... Июня... Сегодня уже двадцатое... В общем... Они там что-то... Модернизируют склад... Ой... Мастерскую... Ну... Цех свой модернизируют... Какую-то новую пилу автоматическую строят... Мне сказали ещё... Недельку-две... Подождите... И приедем делать... Вот за эти две недельки... Я хочу тут всё докосить... Чтоб было нормально... Я бы ещё покосил... Но уже... С непривычки... Сил нету... Жара... Считайте... На улице 35 градусов... Жарковато... Всё... Потом... Граблями уберу... Всё соберу... И буду дальше... Пишите... Что ещё добавить в подобные обзоры инструмента... Потому что... Ещё много чего буду... Закупать... Сейчас куплю всякую мелочь... Типа там... Грабли... Густорезы... И так-то... Не такую... Не... Технику... Электрическую... Вот... В целом... Хочу всё покупать... Аккумуляторное... Вот эти аккумуляторы... Два штуки... Вполне пока что... Больше даже не надо... Я думал три понадобятся... Но двух вообще пока хватает... Кому понравился такой обзор... Газонокосилки... Триммера... Ставьте лайк... Пишите что ещё добавлять в обзоры... Всё... Пока...